В городе продолжаются всероссийские командно-штабные учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных половодьем и природными пожарами. Главная цель тренировки – проверка готовности и взаимодействия органов власти и всех служб, которые первыми приходят на помощь в случае ЧАЭС. Едва звучит вводное, как на территории и в здании спортивной школы Муравленко начинается развертывание сразу двух пунктов – питания и временного размещения граждан. Все предусмотрено. К примеру, есть автобус, чтобы подвозить людей, цистерна с питьевой водой, полевая кухня. В считанные минуты собираются палатки для размещения личного состава и приема пищи. Ответственные службы укладываются в нормативы намного раньше отведенного времени. Еда готовится неусловно, по-настоящему. Спустя час аромат гречневой каши распространяется по всей округе. Сегодня мы получили водную для разворачивания подвижного пункта питания. У нас есть схема, мы огораживаем свою территорию, въезд, название подвижного пункта питания. Спасательная служба материально-технического обеспечения гражданской обороны города готова к любому развитию событий. Свои обязанности они оттачивают не только во время таких крупномасштабных учений, но и регулярно внутри службы. На сегодняшний момент требуется только подвижной пункт питания. Завтра неизвестно, что произойдет и, возможно, нужно будет обеспечить вещевым имуществом людей. То есть, понятное дело, ситуации разные, возможно, будут эвакуировать население. Значит, мы должны предусмотреть это, обеспечить вещевым имуществом не только это личное звено, допустим, аварийных спасательных формирований, но и пострадавшие населения. Точно так же мы даем предложение в решение КЧС. А в здании спортшколы развернулся пункт временного размещения людей. Прямо на входе работает стол справок. Тут же находится сопровождающий, комендант, группа паспортного контроля. Наша основная задача – это обеспечить восстановление личности гражданина обратившегося и впоследствии документировать его паспортом гражданина Российской Федерации. Для женщин и детей в одном из залов оборудована комната матери и ребенка. Есть игровая комната. Остальные могут разместиться в спальном корпусе. Здесь в этом зале у нас расположены спальные места, чтобы можно было прилечь, отдохнуть вследствие всяких ситуаций. То есть вот этот пункт временного размещения на 150 человек максимально мы можем принять из близлежащих домов. Здесь есть и медицинский кабинет, и психолог МЧС. Продумано все до мелочей. Отработан каждый шаг. Всероссийские командно-штабные учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций проводятся ежегодно и каждый раз отмечают высокий уровень подготовки всех задействованных в этом служб. Я оцениваю она отлично. Действительно, отработана профессионально, очень с умом, вдумчиво. Все возможные нюансы были учтены. Службы показали свою хорошую выучку и готовность к возможным чрезвычайным ситуациям. На следующем этапе учений оперативные службы отработают алгоритм действий на примере дачного товарищества «Дружба», которое по своему расположению находится в зоне риска лесных пожаров. Татьяна Бойко, Сергей Лукович, Новости Муравленко.